Всемирная операторская история Да, Парад Победы, солнце. И вот мне вспоминается Парад Победы 1945 года. Дождь, пасмурно, люди стоят в касках. И стояли все первые ряды с звездами Героев Советского Союза. Сказок капает, а мне этот кадр был очень дорог, потому что это необычно был. Стоит солдат, он весь внимание, глаза устремлены на мавзолей и капают, капают, капают. Субтитры создавал DimaTorzok До войны все, как ни странно, операторы работали с стационарными камерами. Надо было крутить ручку, татив, панорамы надо было делать ручками, быстрых панорам не сделаешь. А ассистенты были на подсъемке, и у каждого оператора была дополнительная ручная камера Аймо. Вот этой камерой пользовались ассистенты. А операторы, которые с стационарными камерами работали, они к Аймо не касались. Вообще это пренебрежительно было. Ну как, с рук, без штатива и так далее. Устойчивости нет. Но зато у ассистентов-операторов практика была большая работать с этими камерами. Но когда началась война, ну что же на войну не поедешь с стационарной камерой? Аймо! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В основном на Аймо была снята вся война. И вот тут, конечно, вот эти молодые все люди, они стали опережать операторов. И я смею уверить, что в основном в войну показали себя именно молодые, которые владели вот этой камерой Аймо. Веси 58 операторов прошли, но каждый пятый погиб. А вот помнят, ну скажем, человек 50-40. То есть те, которые почему-то отличились, не знаю, там, сталинскими премиями, повышением категории и так далее, и так далее. Все равно войну выиграли молодые. Вот так и в кино было. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ